Первым симптомом становится нарушение, связанное с мимикой и речевым аппаратом человека. Другими словами, больной практически постоянно молчит, а какие-либо жесты и неречевые коммуникации в его поведении в принципе отсутствуют. Например, ребенок, который страдает аутизмом в принципе не улыбается собеседнику, и родители даже иногда не могут поймать его взгляд, так как малыш избегает зрительного контакта. Вторым симптомом становится отсутствие каких-либо социальных навыков. Так, больному легче быть в одиночестве, он в принципе не нуждается в общении. Другими словами, окружающие человека люди могут подумать, что у него развивается депрессия. Это связано с тем, что признаки являются весьма похожими. Так, больной не сопереживает страданиям других людей и не делится своими чувствами с кем-либо, так как считает, что в данном процессе нет необходимости. Третьим симптомом аутизма является нарушение в развитии воображения. Другими словами, больные аутизмом люди редко выходят из своей зоны комфорта. Как правило, они вовсе не интересуются всевозможными коллективными мероприятиями, играми или же совместным с другими людьми и отдыхом. Помимо этого, больные люди могут быть сильно привязаны к тому или же иному предмету, который они постоянно держат в руках, причем в любой обстановке. Попытка изъятия этого предмета или же малейшее изменение в окружающей динамике может вызвать достаточно бурную реакцию, которая больше будет походить на истерику.